Учитывая снижение платежеспособности населения в условиях пандемии, в силе предоставления льгот и поддержки семьям, чьи дети учатся на платной контрактной основе, несмотря на то, что текущая базовая стоимость контракта не покрывает минимальные расходы на обучение, в новом 2020-2021 учебном году всем студентам, обучающимся на дневном отделении, будет предоставлена 10% скидка. При этом поддержка студентов не ограничивается данной скидкой. Вместе с этим высшие учебные заведениями будет оказываться адресная финансовая помощь сиротам, студентам с ограниченными возможностями, а также студентам из семей в списке железной тетради Тимир-Давтар, нуждающихся в социальной защите, на покрытие оплаты за платно-контрактное обучение. При этом вузы смогут оказывать финансовую помощь в размере до 4 миллионов сумм в зависимости от социального статуса студентов за счет средств вуза. Кроме того, более 4 тысяч студентов, прошедших службы в вооруженных силах республики и обучающихся в высших учебных заведениях на платной контрактной основе, будет предоставлена финансовая помощь для оплаты 35% от установленной суммы контракта. Размер этой финансовой помощи составляет от 2,4 миллиона сумм до 3,4 миллиона сумм на одного студента в год. Кроме того, налогооблагаемые доходы физических лиц, которые используются для оплаты за обучение в высшем учебном заведении, для обучения собственных детей в возрасте от 26 лет и своего супруга, будут освобождены от подоходного налога. При этом сумма налоговых льгот на одного студента составляет от 770 тысяч до 1 миллиона 177 тысяч сумм в год. Во избежание дополнительной нагрузки на госбюджет за счет скидок, предоставляемых студентам, обучающихся на платно-контрактной основе, будут пересмотрены нормы затрат, связанных с учебным процессом в высших учебных заведениях. И приняты меры по покрытию стоимости предоставляемых скидок за счет оказания прочих образовательных услуг для привлечения внебюджетных средств. Все усилия Министерства высшего и среднего специального образования направлены в первую очередь на создание благоприятных условий и творческой среды для приобретения учащимися современных знаний, а также на предоставление качественного образования. Поэтому Министерство призывает студентов в любой ситуации не отвлекаться от основной цели и прилагать все усилия в становлении востребованным специалистам в своей области.